В одном из прошлых выпусков программа «Галилео» разоблачила интернет-ролик о необычной жидкости – сухой воде. Как оказалось, обычную воду она напоминает только внешне, а вот по физическим и химическим свойствам она совсем на воду не похожа. Сухая вода закипает при температуре 49 градусов Цельсия, так что в такой кипяток легко опустить руку. Растворить в этой жидкости ничего не получается, и электрический ток она тоже не проводит. В этом и убедился наш корреспондент. Но может ли эта сухая вода кому-то пригодится, кроме фокусников и любителей розыгрышей? Есть ли от нее хоть какая-нибудь польза? Где еще ее можно применить? Это и будет нашим заданием на сегодня. Давайте вспомним, что же такое сухая вода с точки зрения химии. Молекула обычной воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. А вот в молекуле сухой воды водорода нет вообще. Вместо него 6 атомов углерода и 12 атомов фтора. Во многом, благодаря именно фтору, сухая вода и обладает всеми необычными для воды свойствами. С составом разобрались. Осталось понять, где ее используют. Сюда сухая вода поступает в больших 200-литровых бочках. Кстати, плотность ее в полтора раза больше плотности обычной воды. Поэтому и весят такие бочки по 320 килограммов. Была бы обычная вода, весили бы по 200. Сейчас рабочий будет перекачивать сухую воду из бочек. Но кому эта жидкость понадобилась в таком количестве? Эти красные металлические баллоны как раз и предназначены для сухой воды. Рабочие вставляют в один из них сифонную трубку и подключают к шлангу, по которому сухая вода закачивается в баллон. Все баллоны разного объема, от 1 до 180 литров. В каждый из них еще вдобавок закачивают азот, газ-вытеснитель. Благодаря ему в баллоне создается повышенное давление. Баллон аккуратно взбалтывают, чтобы азот равномерно распределился в сухой воде. Это нужно для того, чтобы создать внутри повышенное давление. Тогда при вскрытии баллона сухая вода будет легче выходить наружу. Кстати, красным цветом маркируют взрывоопасные составы. Может быть, сухая вода отлично горит и взрывается? Пока баллоны загружают в машину для перевозки, наш экспериментатор выяснил, дружит ли сухая вода с огнем. Ведь все сухое, как известно, легко поджигается. Сухой воды у нас много, так что не экономим. Пяти литров для эксперимента будет достаточно. Давай уже, поджигай этот сухостой. Стоп. Но ведь результат эксперимента может быть непредсказуемым. Вдруг эта жидкость сейчас вспыхнет, как бензин? Лучше позаботиться о безопасности и как следует защитить себя. Для этого отлично подойдет костюм пожарного. Он сделан из огнеупорной ткани. В таком наряде наш экспериментатор будет чувствовать себя увереннее. Поджигай. Ну что, сейчас рванет? К аквариуму с сухой водой не удается даже поднести горящую спичку. Она гаснет в нескольких сантиметрах от поверхности. Даже каминные спички с этой задачей не справились. Может быть, пламени спички просто недостаточно. Попробуем увеличить количество огня и возьмем небольшой факел. Справится ли он с этой необычной жидкостью? Все безрезультатно. Даже факел поднести к поверхности сухой воды не получилось. Что же произошло? Почему горящую спичку даже не получилось поднести? Когда мы зажигаем спичку, мы трением нагреваем ее до температуры воспламенения. Начинается цепная реакция. Выделяемое горением тепло нагревает следующий участок спички. И он загорается. Тепло передается дальше. Спичка сгорает. У сухой воды связи между молекулами слабые. Поэтому она превращается в газ в 52 раза быстрее обычной воды. И над ее поверхностью образуется слой газа, который обладает высокой теплоемкостью. То есть он быстро поглощает тепло, выделяемое спичкой. Вместо того, чтобы тепло передалось следующему участку спички, оно расходуется на нагревание газа. Газ отводит тепло. Пламя гаснет. Получается, сухую воду можно использовать в борьбе против пожаров. Мы совсем забыли, что красным цветом маркируются не только горючие вещества, но еще и огнетушители. Только как из такого баллона можно потушить пожар? Огнетушитель ведь должен быть легким и мобильным. А тут почти 55 килограммов веса. При пожаре поднять такую махину сможет не каждый сотрудник. Как же им пользоваться? Скоро узнаем. А наш экспериментатор пока не оставляет надежды поджечь сухую воду. На этот раз он решил смешать ее с бензином в равных пропорциях. Интересно, загорится ли смесь из самой горючей жидкости, бензина, и самой негорючей, сухой воды? Сейчас точно вспыхнет. Наш экспериментатор оказался прав. Неужели бензин победил сухую воду? Подождите. Как оказалось, бензин и сухая вода не смешиваются между собой. Поэтому получается, что сейчас горит исключительно бензин. Через час непрерывного горения бензин почти полностью исчез, изрядно прокоптив банку. Жидкость сгорела, но только наполовину. В емкости бензин и сухая вода образовали два слоя. Бензин выгорел. А вот сухая вода пламени не поддалась, а только погасила его. Тем временем в офисе рабочие размещают тяжеленный баллон в углу комнаты. Далее рабочим предстоит разобрать подвесной потолок. Над ним прокладывают трубопровод. Баллон с сухой водой используют не как классический огнетушитель, а в автоматической системе пожаротушения. Трубу соединяют с баллоном и прячут над подвесным потолком. Чтобы система пожаротушения срабатывала, выпускной механизм подключают к электричеству. Осталась последняя маленькая деталь. Насадка-распылитель. Ее прикручивают на выходе из труб. А пока рабочие устанавливают эту систему, давайте разберемся, как же она действует. Итак, предположим, от короткого замыкания начинается пожар. Пламя становится все больше, и его необходимо оттушить. Сухая вода распыляется сверху и тушит огонь всего за полторы секунды. На макете все работает идеально. Пора проверить, как эта противопожарная система борется с огнем на самом деле. Итак, обыкновенный рабочий день в обыкновенном московском офисе. Пожар Галилео устраивать не будет, а порадует всех тортом с пятью-десятью свечами. Кажется, сотрудники очень даже рады такому сюрпризу. Но наша цель проверить, сможет ли сухая вода потушить локальное возгорание в помещении, где находятся люди. Запускаем систему. Сухая вода распыляется под высоким давлением, поэтому кажется, что в помещении начало сквозить. Этот след на потолке как раз от еще не испарившейся сухой воды. Ну а что в результате? Все свечи до одной погасли. Интересно, а можно ли сухую воду пить? Очередной эксперимент от Галилео. Слева аквариум с обыкновенной водой, а справа с сухой. Поить будем не людей и не животных, а фиалки. Емкости закроем крышкой, чтобы жидкости испарялись по минимуму. Какой же цветок завянет быстрее? Через двое суток цветок в обыкновенной воде цветет и пахнет, а вот в сухой цветок совсем завял. Так что заменить обычную воду сухая вода никак не может, и пить ее не стоит. Зато в офисе после тушения не только люди остались невредимыми, но и вся техника с документами не пострадала. Сухая вода не проводит ток и быстро испаряется, поэтому вся техника продолжает работать, а документы высохли за секунды. Это качество позволяет использовать сухую воду для тушения пожаров в музеях. Например, в Государственном музее музыкальной культуры имени Глинки в Москве хранится более тысячи редких музыкальных инструментов и старинных документов. Чтобы все эти ценности не погибли при возгорании, в хранилищах и архивах установлена система с использованием сухой воды. При таком тушении ничего не пострадает. Только для обслуживания музея одним баллоном в 55 килограммов не ограничишься. Тут одно из подвальных помещений полностью заставлено баллонами с сухой водой. Всего ее тут две тонны. А вот в офисе устанавливают не только систему тушения пожара для помещений, но и для отдельных объектов. Этот стоечный шкаф заполнен серверами, которые обеспечивают работу всей организации. На серверах хранятся базы данных и вся внутренняя документация. Если это все сгорит, работа фирмы парализуется. Чтобы этого не произошло, сверху шкафа устанавливают маленький душ. Из него и распыляется сухая вода. Итак, предположим, в шкафу загорелась проводка. Сухая вода способна потушить даже такое возгорание, когда источник огня находится не в зоне прямого действия. Сухая вода выходит в виде тонких струй и превращается в газ, который заполняет все пространство. Обратите внимание, серверы работают, лампочки не погасли, короткого замыкания не произошло. Со свечками в торте и небольшим возгоранием сухая вода справилась. А как насчет сильного пожара? Приготовим ей настоящее испытание. В этой металлической камере, похожей на гараж, разместим самые обычные легко возгораемые предметы. Акварели в рамках, мягкие игрушки, журналы, деревянные сувениры. В качестве объекта горения выступит этот металлический поддон площадью 2 квадратных метра, в который мы залили бензин. Кстати, по нормам, при тушении пожара на 1 квадратный метр нужно подавать 600 литров обыкновенной воды в течение часа. А сухой воды хватит 350 миллилитров. Даже легкого контакта с огнем хватило, чтобы весь бензин вспыхнул. Теперь дело за нашим испытуемым. запускаем систему пожаротушения. Огонь ликвидирован за 4 секунды. Все предметы остались невредимыми. И даже бензин еще остался, не успев до конца сгореть. Но как это получилось? Ведь сухая вода должна была испариться, даже не долетев до пламени. Сухая вода после испарения в полтора раза тяжелее воздуха. Так что газ спускается вниз и легко тушит огонь. Итак, сухая вода не только отличный способ развлечь своих друзей и знакомых, но и настоящий боец в борьбе с пожарами. Продолжение следует...